Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я случайно услышала Так, да? Да, едем отдыхать Тебе какое дело? Да, в принципе, никакого Я уже привыкла, все понимаю Ну и отлично Рада, что ты выросла такой сообразительной Ты еще и издеваешься? Я вообще пустое место в этом доме? А, вот как мы заговорили Да вот так Сколько можно так со мной обращаться? Чем я это заслужила? Что я тебе сделала плохого, мама? И как же интересно знать Я с тобой общаюсь Как? Как? Мам, да ты относишься ко мне как... Как кому? Да как прислуги Вылезать весь дом? Лолита Сходить в магазин? Лолита Постирать, погладить Помыть посуду? Лолита Прекрати истерику Что? Не нравится правду слушать? Закрой свой рот, мерзавка Не закрою Хватит с меня Ответь мне на один вопрос Ты меня хоть капельку любишь? Хоть немного? Если ты сейчас не заткнешься То что? В очередной раз меня ударишь? А мне потом папе и сестре врач Что я ударилась? Бей Но только в этот раз Они узнают все И Чего ты этим добилась? Что происходит? То, на что вы все привыкли Закрывать глаза Света Уйди в свою комнату А чего так, мам? Не хочешь, чтобы она видела Какое ты чудовище на самом деле? Знакомься, Светочка Эта женщина твоя мать Которая тебя обожает И ненавидит меня всем сердцем Лолит Что ты такое говоришь? Ты ее не слушай, Света Она не в себе Не надо делать из меня сумасшедшую Хватит с меня Я больше не буду это терпеть Лолита, стой Объясни Что случилось? Да что ты делаешь? Вещи собираю Не видишь, что ли? Зачем? Я больше не могу жить С этой сукой невменяемой Как ты меня назвала? А ты что, уже подслушиваешь? Пошла вон отсюда Мама Света Не лезь не в свое дело С радостью Исполню твое приказание Вали, вали Завтра приползешь на коленях Да я лучше на улице сдохну Чем еще раз переступлю порог этого дома Лолита Не уходи Мама Останови ее Пусть катится Катись ты Ненавижу тебя Ненавижу Чокнутая Что ты наделала? Мама Алло, привет, ты дома? Привет Иду в нашу кафешку А что? Можно я к тебе сейчас приеду? Подъезжай А что случилось? Уже еду, сейчас расскажу Привет Привет, я тебе кофе взяла Ну рассказывай, что там опять Мама на твоей очереди Можно и так сказать Я из дома ушла Да ты что? Да Я больше так не могу жить И что теперь? Не знаю Может я у тебя поживу немного? У меня Ну просто завтра же Новый год Точно Завтра же Новый год Я помешаю вам, да? Да нет, конечно Просто мы вдвоем планировали праздновать Это наш первый совместный Новый год Ну да Я понимаю Сори, что потревожила Лолит, ну ты что, обиделась? Я же тебя не прогоняю Наташ, все в порядке Никаких обид Честно? Честно С наступающим А ты куда? Я Я к Леше пойду Хорошо А ты Звонил, если что? Пока Смотри, куда прешь, Каза Извините Да что ж за день сегодня такой Тебе чего? А Леша Дома? Дома Стой тут, сейчас позову Угу Спасибо Ты что пришла? Как чего? К тебе пришла А что ты не позвонила? Я тебе писала А меня мужик какой-то толкнул И Телефон разбился Капец Так А приехала чего? Я Из дома ушла Ты серьезно? Нет Нет Пошутить так решила И Что дальше? Не знаю Может Можно у тебя? Что у меня? Ну Побыть пару дней Как ты себе это представляешь? У меня там дома родители Младший брат Да и вообще Я как бы Про себя еще Ну Не рассказал Леш Мы полгода уже вместе И ты не рассказал про меня? Да у меня мама Строгая Понимаешь? А Я сегодня только и делаю Что Понимаю Слушай Может в гостиницу? Я деньги дам Сейчас Себе оставь свои деньги Вот держи Лолит Ну ладно Абонент временно недоступен Перезвоните позже Хватит ей названивать Я же сказала Не сегодня-завтра припрется Прощение просить А за что ей прощение просить? По-твоему Такое поведение Это нормально? А ты не думала Что иногда И ты перегибаешь палку? Интересно знать Это в чем? Да во всем, мам То, как ты с Лолитой общаешься Это ненормально Или ты думала Я как папа Буду делать вид всегда Что все в порядке? И ты туда же? Да, мам Туда же Она такая же твоя дочь Как и я Только мне вы Даете все А ей ничего Думаешь, мне хорошо от этого? Да я каждый раз Со стыда сгораю Когда вы мне дарите Очередной дорогой подарок А Лолите хрень всякую Или вообще ничего Это что, нормально по-твоему? Да Ты младше ее И И что? Ее любить надо меньше Иди ищи Лолиту Хватит уже Я уже сказала Сама придет А если не придет? А если с ней Случится что-то? Ой Что с ней может случиться? Да что угодно, мам Значит так Или ты идешь И возвращаешь ее домой Или я ухожу следом за ней Кто тебя отпустит? А кто меня удержит? Мне уже не пять лет Лолита была права И в чем же Интересно знать? Во всем, мам Во всем Закрой свой рот Мерзавка Лолита, ты что, обиделась? Я же тебя не прогоняю Как ты себе это представляешь? У меня там дома родители Младший брат Да и вообще Я как бы Про себя еще Ну, не рассказал Войми, войми Завтра приползешь Я никому не нужна Совсем никому Но всем Без меня будет Проще Лолита не пришла? И тебе доброе утро, Света Я вопрос задала И сразу хамим У сестры своей научилась Та сучкой выросла И что? Я тоже? Ну так, учителя были хорошие, мам На меня намекаешь? Мама, хватит Не заводись Лолита не пришла? Не пришла Твоя Лолита Она так-то и твоя, мам Она мне больше Не дочь Боже, да что же ты за человек Ну что она тебе сделала плохого? Ну скажи Еще не хватало Чтобы она мне сделала что-то Она же годами выполняла Все твои просьбы Поручения Терпела Твои нападки Мои нападки? Твои нападки Если не сказать хуже А ты ее Из-за одной ссоры Больше дочерью не считаешь? Я уже говорила Ничего с ней не будет Перебесится И приползет Прощение просить Я оказывается Тебя совсем не знала Мама Куда ты пошла? Мы не договорили Достали обе Ну и что у вас тут за шум С самого утра? Ой, доброе утро, Сереж Да это Светочка Не с той ноги встала Понятно А завтрак готов? Да-да Уже почти Еще минут 30 30? Это по-твоему готов? Прости Просто отвлекла она меня Вот я и не успела Ну, все ясно Очередные оправдания Сереж Ну, прости Ладно, все Я на работе позавтракаю Мне жаль Ну, естественно Как обычно Привет, па Привет, Светка Куда собралась? Сестру искать Понятно Удачи тебе В каком смысле Сестру искать? Лолиту? Ну, да А мама что тебе? Ничего не сказала? Что не сказала? Ой, да Не бери в голову Может, я успею Все-таки завтрак сделать? Да, пап Не бери в голову У тебя всего-навсего Одна из дочерей ушла А маме похер на это Уже почти сутки Рит, что она говорит такое? Лолита из дома ушла? Что вообще происходит? Ой Ну, не прям ушла Вы тут выясняете Отношения Удачи Света Света, стой Я сказала Ты ничего не хочешь Мне объяснить? Сереж, ты все Не так понял Ты присядь Абонент временно недоступен Да где же ты, Лолита? Добрый день Вы меня не знаете Я сестра Лолиты Мне это ни о чем не сказала Ну, она девушка вашего сына Леши? Леши? У Леши нет девушки Как нет? Есть Лолита зовут Может он вам не сказал Просто У моего сына нет от меня секретов Извините А с ним я могу поговорить? Его дома нет На тренировку ушел Поняла Спасибо Пожалуйста Шляются тут всякие шабуды Ох и время Дочь сутки не ночует дома Ушла неизвестно куда А ты решила мне даже об этом не говорить Рита, ты вообще охуела? Сереж, ну не горячись Ну вышла неприятная ситуация Блять, Рита, неприятная ситуация Это когда чай на столе разлился А у нас с тобой дочь пропала Да что с ней случится? Небось сидит опять у жениха своего очередного И даже думать о нас забыла Номер не отвечает Ой, как обычно Телефон сел в стандартной отмазке Лолиты Или специально выключила Чтоб мы поволновались Я вот слышу тебя и не могу понять То ли тебе реально плевать на твою дочь То ли ты не понимаешь Что происходит в принципе вообще Да, потому что ничего не происходит Пошляется и вернется домой Да заткнись ты, пожалуйста Все, все, молчу Так, давай думать Куда она могла пойти? А я откуда знаю? Ну друзья же есть у нее какие-то Как ее там? Наташа, Лера Может парень ее знает Как его там? Леша вроде У нее что, парень был? Рита, блять Ты вообще ее жизнью интересуешься? Да всегда Она просто никогда ничего не рассказывала Ну само собой С тобой же нормально, невозможно поговорить Ты либо скандал устроишь Либо тебе просто-напросто насрать Я? Нет, блять, я Сергей Не ругайся Ну, в смысле А знаешь, Рита Я давно хотел с тобой поговорить Но все никак не было вот такого подходящего момента О чем? Если ты про Лолиту То... Нет, я не про Лолиту сейчас Я про нас Я ухожу Куда? Лолиту искать что ли? Нет, я ухожу От тебя Как это? Что ты такое говоришь? Сергей? Ты все отлично услышала и поняла Я не хочу с тобой жить Я девочек забираю с собой Они уже взрослые Все могут сами решить И ты знаешь, что-то мне подсказывает Не захотят они с тобой остаться Ну я же... Так нельзя А вот ты пока перевари эту информацию А я поехал искать мою дочь Леша, Леш О, привет Ты что здесь делаешь? Скажи, а ты Лолиту не видел? Вообще видел Вчера приходила ко мне Чушь какую-то правду несла Что хочет из дома уйти И что-то в этом духе Она правда ушла Ты не знаешь, где она сейчас? Нет Она вчера ушла, даже не попрощавшись Странная какая-то И тебя не волнует, где твоя девушка ночует? Я думал, она домой пошла А что случилось? Ничего Забей Свет Свет Ох, и странная семейка, конечно, у них Алло, Наташ, привет Это Света А ты Лолиту не видела? Видела? А ты где сейчас? Ага, хорошо, я сейчас подъеду Привет, Наташ Слышишь? А ты Лолиту вчера не видела? Да, видела Супер А ты не знаешь, где она сейчас? А то я ей дозвониться не могу Без понятия Я тоже ей с утра звонила Телефон не отвечает Ну, может, она говорила, куда собирается? Ааа, да Она к Лёше вроде хотела идти Лёша тоже не знает Ладно Спасибо Да не за что Спроси, может, у Кати еще И мне как-то сообщи, когда она найдется Угу, хорошо Кинь мне номер Кати в телегу Да, сейчас Лена, я в шоке Я просто в шоке 20 лет жили, душа в душу Но это все не просто так Угу Я уверена, у него есть кто-то Вид, это 100% Нашел себе помоложе какую-то Сволочь неблагодарная Подожди Пришел кто-то Надеюсь, доченька моя ненаглядная явилась Ну, сейчас я ее устрою Угу Давай Ну что, я Вила? Добрый день Ой, здравствуйте А... А Любинская Лолита Сергеевна тут проживает? Уже нет Ушла она Не понял Да тут она Что она уже там украла? Я так и знала, что этим не закончится Не совсем Мы можем пройти в квартиру? Мне поговорить с вами надо Ээээ... Да Проходите Да, я тебя поняла, Кать Ну, вдруг она тебе позвонит или придет Сразу меня набери, хорошо? Угу Давай, пока Так что, короче, как-то так Девчонки, у вас зажигалки не будет случайно? Да, конечно Вот, держи Прикинь, тут такая жесть была вчера вечером А что было? Да, то ли убили кого-то, то ли кто-то сам с собой покончил Жесть Да я вчера с магазина шла Скорые тут стояли и тело накрытое лежало Спасибо, девчонки Вы случайно вот эту девушку тут не видели? Не Не видела А ну, покажи еще Так это же Она Она Привет Можно? Света Что ты тут делаешь? Можно, конечно Проходи Я ненадолго Как дела? Все в порядке Куда ж ты кофточку так пихаешь? Помнется же Ты за вещами зашла? Да, кое-что хотела забрать Понятно Как там у Сережи? У папы все отлично Ну еще бы С новой молодой девкой Мам, тебе какая разница? Как это? Мне какая разница? Из семьи ушел Дочь забрал Живет с какой-то непонятной... Меня никто не забирал Ты это сама прекрасно знаешь Елена очень приятная женщина Не надо говорить о ней гадости Приятная Увела мужика из семьи Когда вы с отцом разъехались Они даже знакомы не были Это она тебе сказала? Нет, я это и сама знаю Что ты можешь знать в свои 17 лет? Конечно Я же всего лишь тупая малолетка Я не это имела в виду Ты совсем не изменилась, мам А чего мне меняться? Действительно Поводов же ноль Вот, пока не забыла Отец тебе передал Что это? Ты взрослая уже Думаю, почитаешь, поймешь А, документы на развод А сам побоялся прийти Папашка твой? Быстро же он из Сережи В папашку превратился Я? Ничего подписывать не буду Но это вы уже сами разбираетесь Мне пора Уже уходишь? Может, посидим, чаю выпьем? Нет, спасибо Тем более, я вижу Ты без меня отлично проводишь время Ты про вино, что ли? Да это я так Один раз решила Выпить немного Расслабиться Ага Три бутылки в мусорном ведре Говорят немного о другом Ой, не надо только из меня Алкашку делать А чего мне из тебя ее делать? Ты сама отлично справляешься Как ты вообще с матерью разговариваешь? Научилась хамить у... Лолиты Ты же это хотела сказать? А чего ты замолчала, а? А? Полгода прошло, мам А ты даже имя ее вслух сказать не можешь Да нет, это неправда Что ты такое говоришь? Я говорю то, что думаю Свет Не уходи, пожалуйста А что мне тут делать? Смотреть, как ты желчью плюешься на всех и все Не уходи, пожалуйста Мне плохо без тебя Ладно Я могу остаться ненадолго Но с одним условием Да, да, конечно Все, что захочешь Давай пиццу закажем Ты Расскажешь мне За что ты так ненавидела Лолиту Да, я как бы не... Мам Свет Я не буду лукавить Да, у меня есть В смысле была Неприязнь к Лолите Да ладно А мы не замечали Света, пожалуйста, не язви Окей, не буду Все, о чем я тебе сейчас расскажу Я держала в себе много лет И даже пыталась забыть Мне будет очень непросто Поэтому я прошу тебя Просто выслушай меня, не перебивая Хорошо Я думаю, ты много раз слышала историю о том Как мы познакомились с Сережей Ну, с папой Как он ухаживал за мной И как лазил в общежитие к тебе с цветами По пожарной лестнице Мы все это с Лолитой сто раз слышали И это все правда Но это не вся история Незадолго до нашей свадьбы Мы очень сильно поругались И какое-то время не общались Можно сказать даже, что мы расстались Ничего себе поворот Я была жутко подавлена Как вы сейчас говорите в депрессии Мне ничего не хотелось Ни спать, ни есть, жить не хотелось Я очень любила Сергея Но еще сильнее злилась на него Шло время Мне становилось только хуже И Надька Тетя Надя твоя Уговорила меня пойти развеяться На, как вы сейчас говорите На вписку Тогда мы называли это вечеринка или туса Поначалу мне было скучно И я даже хотела уйти Но потом как-то пришли веселые ребята КВНщики Мы само собой припили Ну и все завертелось Привет А ты Рита, да? Ну, допустим А мне про тебя много рассказывали А я вот о тебе ничего не слышала Ты чего такая грустная? Что-то случилось? О тебе какое дело? Да, просто стоит красивая девушка Одна, без настроения Непорядок Слушай, что ты прикопался? Тебе девок мало в квартире свободных? Да нет Ты, наверное, неправильно меня поняла Я не подкатываю Я с девушкой расстался неделю назад И новую точно не ищу Так что, прости, если обидел Расстался с девушкой? Ну да И что-то мне подсказывает, что у тебя проблема такая же Есть такое Че расстался? Изменял, наверное Вы же все козлы одинаковые Да Только изменял не я, а мне А, мне жаль Да А насчет козла ты почти угадала Рогата у меня теперь точно есть В общем, как-то мы разговорились с этим парнем Он меня рассмешил Потом рассказал свою историю расставания Я, само собой, тоже ему жаловалась Мы выпивали И выпивали И выпивали И дальше этот вечер, я помню, уже совсем смутно Я очень сильно напилась То ли, правда, слишком много выпила То ли он мне подсыпал в стакан что-то Но в итоге мы проснулись утром в одной постели То, что я почувствовала в тот момент Не передать словами Мне было противно от самой себя Стыдно, мерзко И хотелось просто забыть тот вечер навсегда В голове крутилась лишь одна мысль Что я наделала Ну, как я могла Меня до сих пор начинает бить из ног Когда я вспоминаю все это Да уж Я всякое ожидала услышать, мам Но не такое У всех есть скелеты в шкафу Но подожди А при чем тут Лолита? Ну, изменила ты отцу по глупости И Не вижу связи Ну и через месяц после этого злополучного вечера Ко мне приехал Сережа И мы помирились А еще через неделю я узнала, что беременна Вот это да Я хотела избавиться от ребенка Но мама, твоя бабушка Уже рассказала Сереже, что я беременна И выбора у меня не осталось Или рассказать ему правду про измену И потерять навсегда Или всю жизнь растить нелюбимого ребенка От другого мужчины Я даже представить не могу, как тебе было Но все равно не могу понять Лолита же не виновата ни в чем Она была просто ребенком Твоим ребенком Я знаю Думаешь, я уже совсем, что ли? Я честно старалась дать ей нормальную жизнь Я пыталась не винить ее Но каждый раз, когда я видела Лолиту Я видела свою ошибку И ничего не могла с собой поделать Но это просто вот сидит во мне Вся эта злоба, ненависть, отвращение к самой себе А вымещала я это все на своей дочери Ты же могла обратиться к психологу В конце концов рассказать Лолите Тебя это все не оправдывает, мам Знаю, что не оправдывает Я опять совершила ошибку Которую нельзя исправить Я должна извиниться перед Лолитой Я должна ей все рассказать Я должна была, но Но она пропала Что я натворила? Знаешь, то, что ты все поняла Это очень хорошо Правда И спасибо за то, что поделилась со мной Я, наверное, чуть ли не впервые в жизни Вижу тебя настоящую Я останусь с тобой сегодня ночевать Не стоит тебе быть одной Я тебе сколько раз говорила Ничего не трогать в доме Мамочка, прости Я нечаянно Я больше так не буду Конечно, не будешь Только не бей больше Не бить? А Витя тебя еще не начинала Я все узнала Еду к тебе Поняла Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Да тут я тут Не звони Ты где так долго? У меня на работу уже выходить скоро Да я в шоке В 7 утра уже пробки Давай рассказывай Что ты там узнала? Ох, Лолит Ты лучше присядь Все так плохо Скорее неожиданно Я даже не знаю, с чего начать Начни с самого интересного Папа не твой папа Как-то так Пожалуй, и правда присяду Ну, давай все по порядку рассказывай Ну, слушай Еще до твоего рождения Мама И кто мой отец? Этого она не сказала Чего ты не спросила? Да она ревела все время Было бы как-то странно Если бы я начала у нее выпрашивать Фамилию, имя, адрес И так далее Угу Все равно ничего не понимаю Что? Почему она издевалась Надо мной всю жизнь? Я причем, что она там С кем-то перепихнулась По пьяни в молодости? Я примерно то же самое У нее спросила А она Сидела, раскаивалась Говорила, что не хотела так Что она сама Что неправильно все это Неужели дошло спустя 20 лет? Лолит Может быть ты встретишься Поговоришь с ней? Зачем? Мне кажется, она все осознала Рада за нее Мне теперь что? Прибежать, обнять ее и простить? Нет, конечно Просто поговорить Она же мама твоя все-таки Хотелось бы знать Еще кто мой папа Интересно Он вообще знает о твоем существовании? Либо нет Либо ему пофиг Хотя, мне кажется, все-таки первый вариант Зная мать, она ему даже не сказала Чего ты так думаешь? Это очевидно Папа же мог узнать еще тогда Что будешь делать? На работу поеду Да это понятно С мамой что будешь делать? Потом решу Надо все обсудить Папе скажешь А зачем? Он и так в ней полностью разочаровался И ты ему не говори Человек только жизнь наладил Хорошо А мне он все равно будет как родной Ладно На работу пора Привет А я вот жду тебя Я вижу Я вижу Зачем ты пришла? Это я должна у тебя спросить? За что ты так со мной Спроси Я расскажу Я уже в курсе Света мне все рассказала? Уже рассказала? Да, мам История на миллион Я должна была сама рассказать Ты мне больше ничего не должна Не приходи сюда И вообще Откуда ты узнала, где я живу? Доченька Ну выслушай меня Я тебя умоляю Ну хочешь я На колени встану? Прости меня, пожалуйста Ты ненормальная, что ли? Встань, не позорься Не встану Пока не выслушаешь Как угодно Да ну стой же ты Ну не хочешь слушать? Дай хоть извиниться А зачем? Совесть облегчить свою? Мне уже ни к чему Я просто хочу, чтобы ты знала Я была плохой мамой Я очень плохо с тобой поступила Прости меня Простила Я думала, с тобой что-то случилось Где ты была полгода? Почему ты ничего не сказала? Ко мне из полиции приходили Какая тебе разница? Мы уже все выяснили Ты извинилась Я простила Все Дальше каждый живет своей жизнью Ты меня поняла? Я поняла Общаться мы сможем? Не думаю, что это хорошая идея Ясно Извини, что побеспокоила Еще раз спрашиваю Как ты узнала про этот адрес? Не важно Забудь его На все Прощай, мам Лолит? Ты где? Тут я Что случилось? Чего ты тут? Пойдем домой Не, там папа Ему не надо слышать этот разговор Ладно А отчего не позвонила? Свет, вспомни, пожалуйста Все, что рассказывала тебе мать в тот вечер Все самые мелкие подробности Да я уже вроде как бы все рассказала Ну, может что-то забыла Район хотя бы, имя Хоть что-нибудь Стоп! Она говорила, что ее позвала туда тетя Надя Наша тетя Надя? Ну, да, походу Это уже что-то Ты думаешь, она что-то помнит? Это же было фиг знает когда Вот сейчас поеду к ней и узнаю А че не позвонить ей? А у тебя ее номер есть? Нет И у меня нет Да и по телефону она может не сказать Окей Держи в курсе Окей Тетя Надя Алиточка Ты живая? Мама знает? А где она? Мы же думали, что ты умерла Тетя Надя Я к вам по делу Как раз по поводу мамы Что-то случилось Можно и так сказать Давайте присядем Лолита, ну мы тогда с твоей мамой Часто на разные вечеринки ходили Эта вечеринка как раз была тогда Когда мама узнала, что беременна А еще она была в ссоре с папой Ааа Да, помню А вы не помните, с кем она была на той вечеринке? В смысле? Ну, может, с каким-то парнем общалась, скажем так Да нет, быть такого не могла Тетя Надя Я знаю, что могло Она мне сама рассказывала Сама рассказывала? Ого Так, было такое? Ну, было Ну, а тебе это зачем? Ну, мамке лучше спроси Она сама тебе расскажет Не могу у нее спросить Вы знаете, что это был за парень? Ну, я его прям лично не знала Ну, хотя бы имя, я не знаю, фамилия, адрес Это его квартира была? Нет, эта квартира точно не его была Это была квартира Алкиных родителей И, кстати, тот дом его снесли Я поняла Я поняла А парня того, имя или фамилию помните? Миша Кажется, так его звали А фамилия? Да простая такая То ли Иванова, или Петру А вы его знаете? Нет, первый и последний раз его тогда видели А с кем он пришел? Без понятия Не могу сказать Готовлю маме сюрприз Вы ей не говорите, что я приходила, хорошо? Хорошо Но она хоть знает, что ты живая? Да, уже знает Спасибо за помощь Не за что, Лариточка Может хоть чаю пойдем попьешь? В другой раз, правда, много дел До свидания Ну, мамке тогда привет передавай Как тебя искать, Миша? Петров или Иванов? Принесла? Да Вот, держи флешку Дядюй рассказал тут все данные По всем Михаилам Ивановым и Петровым За последние 20 лет С адресами Молодец Давай смотреть Ну что там? Походу, это он Нашла? Да Из всех Михаилов Петровых и Ивановых Он единственный, кто подходит нам по возрасту Где живет? Хрен знает где Вообще в другом городе И что делать? Билет покупать И ехать Поедешь? Конечно Надо же познакомиться с биологическим отцом Вдруг он миллионер? Может, я с тобой? М-м-м К тебе у меня будет Другая просьба Лолит Ты уверена, что тебе стоит ехать? Это же совсем незнакомый для тебя человек Свет Я еду В первую очередь за ответами А не нового папу искать Позвони, когда едешь И напиши, как найдешь его Я переживаю Хорошо Ты запомнила, о чем я тебя просила? Да Но мне не очень нравится эта идея Свет, я тебя не часто просила о чем-то Просто сделай Как-то не очень шпионить за мамой Не шпионить, а посмотреть ее поведение в определенный момент Хорошо На связи Да я в шоке Откуда он вообще взял эти документы? Да Я поняла Я знаю, что будет, если он даст делу вход Все Успокойся Я завтра все решу Мам Я пришла Все, не могу говорить Перезвоню Да-да, Светочка Ты с кем-то говорила? А, да, то по работе Что-то случилось? Ой, да как всегда, сплошные проблемы Ты же знаешь, как у меня там О, да Ты голодная? Я твою любимую картошечку с мясом сделала Срочно накладывай все, что есть Иди ему руки Какая же тварь это сделала Здравствуйте Кооперативная 11, пожалуйста Ничего не делайте Я сейчас приеду И мы во всем разберемся Блядь, говорю Просто дождитесь меня Субтитры сделал DimaTorzok Я слышу, слышу, в чем дело? Здравствуйте. Ты кто? Я Лолита, а вы Михаил? Ну? Мы и можем с вами поговорить. Я уже сказал вашим, сейчас денег нет. Зарплату задерживают. Придет, я заплачу все. Не очень понимаю, о чем вы. Ты не из банка? Нет. А кто? Мне поговорить с вами надо. Говори. Может, мы зайдем в квартиру? Ну, давай. Мам, ты дома? Света. О, а что за повод? Новый этап в жизни начинаю. Прикол. Какой? Ой, Свет, вот ты вроде взрослая девочка. А иногда вообще ни черта не пойму. Жопа у меня полная. Что случилось? Да все, что могло. Сначала муж ушел. Теперь на работе пиздец полный. Мама! Ой, а то ты таких слов не слышала. А что на работе случилось? Какая-то сука донесла на меня. Теперь проверки идут. Уволить могут? Если просто уволят. Отделалась легким испугом. А что тогда? Посадить могут. Лет на пять. А что ты натворила там? Немного изменила цифры в паре договоров. Скажи, что ошиблась. Ошиблась я, когда начальнику доверилась. Не переживай, Литочка. Никто ничего не узнает. Деньги хорошие. А сам за границу смотался. Мразота. Так ты что, деньги крала, мама? Ничего я не крала. Ой, так просто. Прала лишнее. Какой кошмар. Ой, вы посмотрите на нее. Стыдно за мамочку стало. А как по пять раз за год на моря за границу ездить. Кому нравилось? Телефон новый. Шмотки. Ты думаешь, откуда у тебя? С неба падают. На зарплату так жить не получится, дорогая моя. Ну, я как-то думала, папа зарабатывал. Что там твой папа зарабатывал, а? Не смеши меня. Я вас всех обеспечивала. А ты чего ко мне зачастила так, а? То полгода уговариваешь, прийти ты не хочешь. То сама второй день подряд приходишь. Я с тобой хотела про Лолиту поговорить. Проходи, присаживайся. Кофе будешь? Я бы лучше чаю выпила. Чай кончился. А, ну тогда кофе. Ты сахаром пьешь? Нет, мне без. Ну, рассказывай, что тебе надо. Лолита. Точно, Лолита. Скажите, Михаил, а вы знали в молодости такую девушку, как Рита Любинская? Вот как? Так ты от Ритки, что ли? И зачем эта сука тебя прислала? Я не от нее. Я скорее из-за нее. Слушаю. Это, как вы выразили, сука мне всю жизнь испортила. Верю. Она может. Я ее дочь. Значит, тебя Лолита зовут. Вы знали про меня? Знал. И что вы мой отец? Тоже знали? Да. Тогда почему вы не... Я думала, а она... Ты, наверное, хочешь спросить, почему я не участвовал в твоей жизни? Не общался с тобой? Да. Так мать твоя мне запретила. Как это? Да вот так это. Сначала говорила, сейчас не время. Так надо. Так будет лучше для всех. А я верил. Дурак. Так вы, получается, общались? Можно и так сказать. Все обещала мне, что вот-вот у тебя мужа. Мы поженимся. А потом? А потом, когда понял, что меня просто используют, решил, что так больше нельзя. Дочь захотела видеть. Тебе тогда уже лет пять-шесть, наверное, было. Так вот, как все обстоит. И что было дальше? Эта тварь сказала, что меня к тебе не подпустит. А если я попробую хоть что-нибудь сделать, то у меня в квартире что-нибудь найдут и посадят лет на десять. У нее там родственник какой-то был мент. Он и сейчас есть. Ну вот. А потом вообще заставила меня из города уехать. Угрозами. Я боялась, что я ее мужу все расскажу. Я все ожидала услышать. Но не такое. Говорю, как есть. А тебе? Как она жизнь испортила? Да, у меня еще сестра есть, Света. И, скажем так, я была нелюбимым ребенком. Выходит, я отец нелюбимого ребенка. Сереж, ну а кто? Ребят, знакомьтесь. Этот человек придумал ваш горячо любимый сериал «Нелюбимый ребенок» и написал к нему сценарий. Так вот, теперь все вопросы к нему. Когда новая часть? Когда выйдет нелюбимый ребенок? Нет-нет-нет. Пусть как раньше писали тебе, пусть так и пишут. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какой ваш любимый персонаж на моем YouTube-канале. У меня, например, бомжиха. Все, возвращаемся в сериал. А, да. Я подозревала, что она сказала мне не всю правду, когда рассказала про вас. Ну что, все настолько. А что она тебе рассказала? Что вы виделись раз в жизни. Она залетела. И просто не успела избавиться от ребенка. И поэтому ненавидела меня всю свою жизнь. Хотя я ни в чем не виновата. Я думаю, проблема не в тебе. Просто твоя мать – это человек, который вообще не способен любить. Хотя нет. Она любит только себя. Да, так и есть. Значит, ты думаешь, что Лолита может меня простить? Мне кажется, да. Просто сходи к ней еще раз, когда она вернется. Откуда вернется? Ну, я вообще не должна была тебе такое говорить. Света. Короче, она к отцу поехала. К Сереже на Кипр? Нет, к тому своему отцу. Ну, который настоящий. Чего? Как? Как? Откуда она узнала, где он живет? Зачем она вообще поехала? Нет, нет, нет. Так не должно быть. А что такого? Да то! Он же ей все расскажет. Что расскажет? Ты Лолите звонишь? Алло! Не смей я ничего говорить. Ты меня понял? Да пошла ты нахуй. Как же долго я мечтала рассказать. Алло! Алло, Миша! Ты что, этому мужчине звонила? Вот сука! Мать твоя звонила. Я догадалась. Значит, Света ей как раз сказала. Алло! Я на месте. Где на месте? Я тебя не вижу. Стою тут. Света, где тут? А, все, вижу. Я тебе рукой машу. Где? Вижу. Иду. Света, ты когда-нибудь научишься приходить вовремя и в нужное место? Это мне говорит человек, который два раза потерялся в торговом центре? Один-один. Едем? Едем. Я тебе сейчас такое расскажу. Там история на миллион. Честно сказать, я в шоке от того, что ты мне рассказала. Думаешь, я не в шоке была. Я вообще сначала подумала, что он мне наврал. Но потом позвонила... Мама? Да. И по факту заочно призналась, что наврала тебе тогда. Я все равно не могу понять, зачем она тогда мне рассказала ту историю. Свет, ну подумай хорошо и пойми, эта женщина мерзкий манипулятор. Она знает, что ты ей веришь. Она прекрасно поняла, что ты мне расскажешь, а я поверю тебе. Но она же все это время думала, что ты пропала без вести. В этом я тоже сомневаюсь. Я думаю, она знала, что со мной все в порядке. Может не сразу, но как-то узнала. Да ну. Свет, ну сложи ты два плюс два. Смотри, она знала, где я живу. Это раз. Угу. Она знала, что ты со мной общаешься. Это два. Не уверена. А я уверена. Иначе зачем ей надо было тебе рассказывать всю эту чушь про случайную беременность, про ошибку молодости и тому подобное. Например, чтобы лучше выглядеть в моих глазах. Если бы она просто хотела себя обелить, то придумала что-то более драматичное и слезливое. А так ей надо было, чтобы поверила я. Чтобы я думала, что ее причина ненависти ко мне какая-то там ошибка молодости. И она капец как раскаивается. А какая по-твоему на самом деле причина? Да нет ее. Просто вот такой вот ужасный человек. Не любит меня, да и все. Не такая я, как ей бы хотелось. Может быть родилась не вовремя. Может просто детей не любит. Тут точно никто не скажет. Ей в голову мы, увы, не можем заглянуть. Тогда почему она все это время ко мне так хорошо относилась? А вот тут самое интересное. Ты только, пожалуйста, не обижайся. Но я думаю, к тебе она относилась хорошо только для того, чтобы я мучилась, страдала, чтобы мне было больно. Ну не знаю. Да ну, Свет, ты еще не поняла, кто она? Она мужика, с которым периодически спала, от которого у нее дочь угрозами заставила уехать из города. Она фактически жизнь ему сломала. А еще она ворвала деньги на работе. Да, про это мы позже поговорим. Какие тебе еще нужны доказательства? Я вообще боюсь представить, сколько вам мы еще не знаем. Да я вообще теперь не понимаю, с кем я всю жизнь жила под одной крышей. Хорошо, что уже не живешь. Как и я. Угу, аж голова разболелась. Пойдем прогуляемся, воздухом подышим. Да, давай. Так красиво вокруг, все такое новогоднее. Угу. Кстати, а ты же будешь Новый год с нами отмечать? Я его вообще отмечать не планирую. Как это? Ой, так это. Я ненавижу этот праздник. Почему? Мне всегда казалось, что ты его любишь. Нет. Да и вообще, за что мне его любить? У меня ни одного хорошего воспоминания о нем нет. Не может быть. Ты, наверное, не помнишь. Маленькая еще была. Но именно на Новый год мать издевалась надо мной больше всего. Как? Вот, например, когда мне было где-то 12 лет. Мам, ты такие красивые игрушки купила. Угу. Руками не трогай. Вот это мне больше всего нравится. Я же сказала, не трогай. Прости. Я... Я случайно. Ты можешь хоть один день не портить все? А? Мамочка, прости, пожалуйста. Не понимаешь по-хорошему? Будет по-плохому. Что ты делаешь? В этом году обойдешься без подарка на Новый год. Не надо, пожалуйста. Какая жесть. Да? У меня таких историй хватает. А, кстати. Например, однажды... А кто тебе разрешал брать мандарины? Ну, они стояли на кухне. Вот я и решила. Я не спросила, где они стояли. Я спросила, кто разрешал брать мандарины. Никто. Ну, ешь, распочистила. Я не хочу. Ешь, я сказала. С кожурой ешь. Мам, жри, я сказала. Какой ужас. Почему я никогда этого не видела? Сначала маленькая была, а потом вы вообще отдельно Новый год отмечали. А я одна дома сидела. Мама говорила, что ты не можешь. Ага. То типа сессия у меня, то я якобы заболела, то сама не захотела, то вообще мой билет потеряли. Свет, она вам просто с папой всегда врала. А чего ты молчала? Боялась ее. А потом просто не выдержала. Вспомни, все же началось год назад. Канон самого Нового года. Стой. Это же то самое место? Да. Это оно. Ты мне так и не рассказала. Что тут тогда произошло? Я тебя искала по всему городу. Тут встретила девочек, они сказали, как видели тебя на мосту. Все так и было. Ты спрыгнуть хотела? Год назад я шла по этой улице. Я тогда была совсем на грани. Мне казалось, что... Я никому не нужна. Совсем никому. Вам всем без меня будет проще. И в последний момент я поняла. Сделав это, я облегчу жизнь этой твари и всем, кто ужасно обошелся со мной в тот день. Да и в принципе. Всем? Да, всем. Мои лучшие подруги. Этому гадану Леше. И что дальше? Я слезла с моста, прошлась к девочкам-одногруппницам в общагу. Переночевала у них, заняла немного денег, ну и дальше позвонила тебе. Потом ты все знаешь. Да, слушай, к маме приходили из полиции, принесли твою сумку, документы. Мама полгода думала, что тебя нет в живых. Так и было задумано. Задумано? Да ни из какой полиции к ней не приходили. Это знакомый из универа, учится на актера. Согласился помочь, я ему наплела, что это розыгрыш мамы. Но зачем? Затем, чтобы она была уверена, что меня нет. Я исчезла. Вот. И расслабилась. Мне надо было время, чтобы все хорошо продумать. Что продумать? Как испортить ее жизнь? Как ей отомстить? Как всем им отомстить? За все. И я придумала. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ